Добро пожаловать, ребята, на шестой этап в Формула-1 на Грам-при Монако. И Монако нас ожидала дождливая, поэтому можно сразу было сказать, что этот этап будет крайне унылым, скучным. Почему? Потому что обгонов вообще не будет. То есть, если в обычном Монако, ну, пару-тройк обгонов еще будет, то в дождливом нет вообще. Данный инцидент у нас произошел во втором сегменте квалификации в его начале, так что Рено себе заслужило несколько секунд штрафа на стартовой решетке. Также Гасли умудрился не пройти в третий сегмент, что для меня стало шоком, поскольку, как так, у нас Феррари, и он должен был пройти, плюс в первом сегменте он поставил хорошее время круга, за счет которого он смог пройти во второй сегмент. А вот во втором я не знаю, что с ним случилось, может быть тоже в какую-нибудь аварию попал, еще что-то, но окей. Что же по поводу Монако, видим дождь, и я могу сразу сказать то, что, ну, тут можно сразу показать только старт и финиш, потому что ничего в гонке абсолютно не происходило, я просто улежал от соперников как можно дальше, от Леклера под конец гонки уже чуть ли не полтрасы я был в отрыве, и под конец, ну, я догнал там еще круговых. И, да, только их обгонял, но опять же, за счет синих флагов я их и мог обогнать. До этого там, ну, никто между собой не боролся. Ну, окей, за счет синих флагов воспользовался вроде бы Строл, он смог обогнать, а нет, наоборот, Строл обогнал Рассел за счет синих флагов, потому что Строл сильно замедлился на синих флагах, и из-за этого смог его обойти, все, борьбы, в принципе, не было. И, как бы, вот на этом можно этот этап просто даже пропустить, ну, как бы он был, у нас с Монако прошло, и, слава богу, будем отправляться уже потихоньку на следующий этап в Канаду, но в Канаде у нас тоже будет не все легко. Но пройдемся по результатам, посмотрим, кто где приехал. Прорыва от Гасли я не ожидал, поскольку, ну, это Монако, здесь обычно обмениваются позициями за счет пидстопов, поэтому, насколько хорошо команда провела пидстоп, настолько хорошо будет зависеть позиция гонщика после этого самого пидстопа. Поэтому, кто-то смог у нас отыграть позиции на пидстопе, кто-то нет. Я же, в свою очередь, вообще лидировал от и до конца гонки, не смог даже Леклер близко ко мне приблизиться, очень быстро я от него отрывался, ну, в принципе, даже если бы и смог он приблизиться, то сначала еще попробую опередить. Монако, как-никак, слишком узкая трасса. Но, второй раз у нас приезжают двумя болидами на подиум, что для нас, как бы, Феррари очень плохо, поскольку они зарабатывают очки в кухе конструкторов, и именно 33 очка заработали. Даже несмотря на то, что я заработал 26 очков, почти столько, сколько они, но все-таки они отрываются от нас, и это очень и очень для нас плохо. Поэтому, надеюсь, Гасли в Канаде покажут намного лучше темп, и мы сможем книжировать в первой десятке вдвоем и заработать очень хорошие очки. Ну и, собственно, да, у нас там еще и кто-то получил 5-секундный штраф за неподчинение синим флагам, ну, как обычно. Пытаешься всех опередить, но кто-то сопротивляется, едет дальше, и только уже под конец он начинает тормозить, и из-за этого все получают там 5-секундный этот штраф. Хотя тоже, как по мне, вот просто незаслуженный этот 5-секундный штраф. Ну и вот мы уже перемещаемся в Канаду. И какой прогноз погоды у нас был на гонку? Правильно, дождь. Два этапа подряд мы едем в дождь, и, ладно, это было Монако, это крайне унылый этап, и хрен бы с ним, дождь так дождь. Но в Канаде у нас приехали обновления и достижения лобового сопротивления, предпоследняя модификация уже приехала, и два мелких обновления на прижимную силу. Поэтому очень неплохо было бы испытать ее вот именно в сухих погодных условиях, но игра говорит хрен, и испытывая их только в квалификации, по сути, посмотреть, насколько сильно у нас увеличилась скорость на прямой. Ну и в квалификации у нас все шло очень хорошо до второго сегмента, где опять вылетает Гасли. Как, почему, я не знаю. Опять вылетает, из-за чего я один прохожу в третий сегмент, и в этом же третий сегменте без проблем ставлю с первой попытки хороший круг. Да, я даже с утра его чуть улучшил там на восемь десятых, но в принципе даже и первой попытки был достаточно на пол позишн. В Канаде все с обгонами намного проще, нежели в Монако, но опять же дождь, и это очень плохо, потому что обгонов опять будет достаточно мало. Опять же будет больше обгонов из-за пидстопа, и все. Так что я особо не надеялся увидеть тут борьбу на реплей, и в принципе не рассчитывал, чтобы бороться с Леклером. Я просто думал, как обычно, я возьму, да, и уеду от него, как это было в Монако. Но борьба все-таки какая-то была, но опять же ее было крайне мало, нежели в других этапах, особенно если в Канаде очень сухо, то у нас борьбы достаточно много. Старта решетка у нас. Первый я, второй Шарли Клер, третий Максфер, Старта, Чертель Юис Хэмсен, пятый Стеботян Феттель, шестой Вальд Ребота, седьмой Карл Сайенс, восьмой Ланда Норрис, девятый Чака Перес и десятый Киммер Райканен. У Албана штрафов 10 позиций, ввиду замены какого-то элемента ДВС. Так что посмотрим, поможет ли ему это. Гасли он стартует только тринадцатым, и я надеюсь, что он сможет прорваться в первую десятку и занять какое-то хорошее место. Гаскин красный огонь, я срываюсь с места и сразу же устремляюсь к первому повороту, и причем достаточно хорошо устремляюсь, сразу же отрываясь от Леклера. Но почему-то, как обычно, боты здесь стартуют и поворачивают на старте вправо, не знаю, с чем это связано, но первую позицию я смог удержать, а дальше посмотрим, как пойдет. Вот он стартовая камера, как это было, как я говорил, все повернули почему-то вправо, что позволило мне к первому повороту спокойно приехать первым, да еще и с неплохим таким отрывом от Леклера. Рэдбулл начинает бороться с двумя Мерседесами, но позади Хэммитона и Ферстаппина борьба быстро заканчивается, а вот у Ферстаппина и Хэммитона борьба только и только нарастает. Бок о бок они начинают ехать весь первый сектор, и было неясно, кто из них сможет удержать победу. Поначалу Макс вырывался вперед, но потом все-таки Льюис смог вновь поравняться с Максом Ферстаппином и даже выйти вперед, и в начале второго сектора все-таки смог выйти на третью позицию. После этого позиции в лидирующей тройке у нас никак не менялись. В середине Пелотона Ландо Норрис начинал потихоньку проигрывать свои позиции. Сначала первую позицию он пролежал по отношению к Киме Райканену, уже в этот момент виднелся позади болид Торо Росса, и я думаю сразу же понятно было то, что Албан будет стараться таковать Ландо Норриса на обратной прямой за счет слипстрима, его он будет пытаться обойти. Также да, Ландо сопротивлялся по отношению к Киме, бок о бок они ехали весь в первый сектор, как и Ферстаппин с Хэмилтоном, но по итогу Киме смог выиграть эту битву, и отправился вперед за Карл Сайенсом, который в этот момент успел немножко оторваться. Вот Албан начинает свою уже атаку перед самой Шпилькой, без проблем смог он поравняться с Ландо Норрисом, ну и уже теперь осталось сделать техники, выйти чуть лучше, чем Норрис со Шпильки, и оторваться от него тут же. И, причем да, удалось Албану это сделать, и Норрис очень плохо вышел со Шпильки, его тут же начинает атаковать и Чека Перес, и по итогу Норрис уже откатывается в неочковую зону. Но после этого Ландо собрался, и перестал проигрывать свои позиции, и уже даже старался вернуть свою восьмую стартовую позицию. На 11 округу у нас ходит Александр Албан по причине проблем с ДВС, хотя, казалось бы, только взял штрафы в виде 10 позиций, как что-то в болиде все равно сломалось. После этого почему-то у Гасли стал медленнее темп, он стал тут же отставать от впереди идущего Антонио Джовинасо, и его тут же настигли два болида Рено и болид Магнуссона. Собственно, Рено без каких-либо проблем проходит. Гасли сначала Чулькинберг смог пройти на старт с финишной прямой, потом уже и Рик Ярда смог с ним поравняться. Тут же и Магнуссон уже подъехал, и поэтому было сразу видно то, что у Гасли тоже были какие-то проблемы с ДВС, но почему-то не поменяли ему какой-то элемент износившийся, и отправили в гонку с ним. И по итогу Гасли, я думаю, сказали, чтобы он был поаккуратней и не сильно изнашивал двигатель. По итогу это все привело к тому, что он откатывается по позициям еще и дальше-дальше назад. И причем, ладно бы, если это было в топ-десятке, нет, это было всего во второй десятке, и он уже откатился к этому моменту на 17-е место. И даже дальше успел проиграть позицию по отношению к граждану. Ближе к концу гонки у Гасли ситуация нормализовалась с ДВСом, и он начал свой прорыв через два болида Хаса и Рено. Но уже к этому моменту я догонял Гасли на один круг, из-за чего ему дадут в будущем штраф, поскольку догнал я его в начале 31-го круга, ему вывесили синие флаги, а обогнал я его только под конец 31-го круга, что стало для него, ну, роковой, так сказать, ошибкой. Магнусуна я быстро прошел, и постарался как-то помочь Гасли, опять же, этими синими флагами, тем, чтобы пилоты будут замедляться, и тем самым Гасли будет успевать их проходить. С Рикьярда как раз так и вышло, без проблем его обошли и Гасли, и Магнусен, потом он обошел Хюлькенберга, и потом уже обогнал Джиминации, и решил, что ладно, хрен с ним, как Гасли финиширует, так и финиширует. Все равно в данный момент за очки он не боролся, и поэтому я устремился вперед, и на последнем кругу решил еще поставить, точнее улучшить свое лучшее время, ведь никто из гонщиков других команд даже не смог нормально выйти из 20 секунд. Леклеру удалось выйти из минуты 20, и все. Мне же удалось выйти из минуты 19 даже, то есть у меня минуту 18 с половиной получилось пойти в самый лучший круг, вот как раз, который был последний. Из чего можно сделать небольшой такой вывод, то что боты сильно занерплены в дождь, потому что Тора Росса должны были быстро ехать, даже по отношению к нам, поскольку у них все-таки прокачанная динамика, и болид у них лучше держался бы на трассе, нежели бы наш. Конечно, возможно, сыграло свою роль, то что у них очень плохое шасси, но не думаю, что это прям кардинально сыграло бы. У нас тоже в этот момент было не самое лучшее шасси. Да, немного прокачанное, но все же недалеко мы ушли от Тороса, и надо будет это потихоньку исправлять. Как я говорил, лидеры у нас не менялись, я уехал от Леклера, Леклер уехал от Льюиса, а Льюис, Ферстаппин, Фетталем и Ботасом так и продолжали ехать в четвером, и даже никто из них не боролся за эту третью позицию, просто ни у кого не хватало для этого даже темпа, скорее всего. Но, по крайней мере, выглядит все вот, то, как они стартовали, так и они и проехали по итогу весь этап. Поменялись только вот Льюис и Ферстаппин. То есть в топ-десятке у нас поменялись там 4 пилота буквально между собой позициями. В топ-3 десятке, да, там побольше было изменений в позиции, ну, буквально там на пару позиций, но не более. Штрафы, как я и говорил, двери, ну, отхватили штрафы за синий флаги, и Гасли также отхватил штраф за синий флаг, что не пропустил меня сразу в начале 31-го круга. Ну, как по мне, опять же, это наказание такое себе. По итогу, Гасли как и стартал на 13-м месте, так и финишировал на нем. Что же, берем глобальное обновление на снижение лобового сопротивления, поскольку нам нужно прокачивать нашу аэродинамику, и я уже думал, куда пристраивать следующие очки. И решил то, что с шасси у нас все очень плохо, поэтому надо как-то возвращать свои позиции по шасси, и взял два маленьких обновления. Одно на снижение веса, и второе на распределение веса. И буду надеяться, что они оба приедут к нам во Францию. Или не будет, у нас еще и дождя во Франции, поскольку три этапа в дождь, но это уже будет даже перебор. На этом, ребят, все, с вами был Warhammer. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и до скорой встречи, пока-пока, и удачи вам!